Меня интересуют методы, которые помогут мне стать лучше. Меня интересуют методы, которые помогут мне стать лучше. И вы знаете, что одни люди хотят меняться, простите, не хотят меняться и не видят в этом нужды. Другая категория людей, они не против изменяться, но они не стараются и не знают, как это делать. И третья категория людей, они очень сильно хотят изменяться, но у них не получается. Вопрос, к какой категории ты относишься? Повторю вопросы. Первое. Некоторые люди не сильно хотят изменяться к лучшему. Они не сильно стараются, живут, как получается. Вторая категория, они не против, но не стараются и не знают, как. И третья. Сильно стараются. Об этом постоянно думают, но у них не получается. Я верю в то, друзья, что человек, он может изменяться к лучшему. Я верю в то, что характер может меняться. Я много раз слышал о том, что характер никогда не изменится. Есть такая пословица, которая по-английски трудно перевести. Горбатого только могила исправит. Я верю в то, что сегодня это возможно для каждого верующего человека. Вы скажете, ну как, ну вот он уже сколько лет? Да, я понимаю. И тоже таких людей знаю. Сколько лет и не меняются. Но если человек не может измениться, тогда значит Бог не всемогущий. Тогда значит то Евангелие, которое мы проповедуем, не имеет силы и потеряло эту силу сегодня. А я верю, что оно имеет силу изменять людей к лучшему. Прочитаю вам один очень важный принцип, который должен сегодня всех нас вдохновить. Иоанна 15 глава, с 4 по 8 стих. Иисус говорит, «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе». Если можно, поставьте текст на английском языке на экране. «Так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветви, и засохнет. Такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Но, если пребудете во мне, слова мои в вас пребудут. То, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками». Друзья, это то, о чем я слышал, знал, но не осознавал. Вот этот принцип, вот это местописание, вот эту историю, слышал, знал, но не осознавал. Как она работает мощно в жизни христианина? Это одна из самых важных таких вот аналогий или метафор, когда Иисус Христос сравнивает, важность показывает, значение, связь между Иисусом Христом и нам, и Его последователями. Иисус Христос очень часто сравнивал и показывал визуальные вещи. Он очень часто показывал, давал какие-то примеры на природе, показывал какие-то принципы. И сегодня я тоже хочу визуально показать некоторые принципы, как это делал Иисус. Он привел в пример лозу, виноградная лоза. Сегодня перед нами нельзя сказать, что это виноградная лоза, но это все равно смысл передается тот же. Это дерево, имеет ствол, имеет ветви. И я хочу подчеркнуть внимание и напомнить вам о том, что когда Иисус Христос рассказывал об этом принципе, когда это было? Это было одно из последних наставлений Иисуса Христа. Когда Он с учениками уже прощался перед тем, как Его распяли, Он им рассказывает о испытаниях, которые их ждут. Он им рассказывает о Духе Святом, который Он пошлет, и Он поможет им пройти эти испытания. И вот в конце своей жизни Он им рассказывает вот эту историю. Здесь важно понять, вот когда Иисус уходит, вот представьте себе, у вас в гостях Иисус, и вы говорите, Иисус, Иисус, ну вот что самое важное? Давай, 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 вот самое главное скажи нам, чтобы мы запомнили. И вот что Он им сказал, пребывайте на лозе. Иисус. Иисус. Продолжение следует...